Экс-глава управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента внутренних дел Берекутенов признался в использовании должностных полномочий в коростных целях, в частности, получение 600 тысяч тенге от нефтеперевозчиков за положительное содействие. Ветеран органов внутренних дел сегодня предстал перед судом по предъявлению покровительства ОПГ. Ветеран органов внутренних дел всю правду касательно предъявленных ему обвинений рассказал в зале суда. Экс-глава управления по борьбе с организованной преступностью раскаялся содеянным и попросил прощения. Я признаю, что два раза по 300 тысяч тенге получил 600 тысяч тенге. В мае 2016 года у памятника Курка-Тата встретил Кой Багарова. Он сказал, чтобы я помогал со стороны полиции и за это будет давать по 60 тысяч тенге. Я подумал, что смогу помогать ему. По версии следствия, в списке занимавшихся незаконным оборотом черного золота есть местные предприниматели, сотрудники нефтяных компаний, охранных фирм и покровительствующие им должностные лица правоохранительных органов. Кроме того, подсудимые, которые путем незаконной врезки нефтепровода создавали условия для хищения сырья. Это один из тех, кому было поручено заниматься сварочными работами. Он не скрывал, что пошел на незаконные действия и за свою работу получил 500 тысяч тенге. Поехали на Кумколь за 160 километров. Там уже откопали. Сказали, здесь сделай. Сделал. В течение 10 дней маленький Галам принес 300 тысяч тенге. В начале декабря пришел Достан. Оказались в Шымкенте. Там был Достан и три парня в масках. Пришли Кушикбаев и Женусов вдвоем. Сказала Рда Тусколь. Им поступило предложение сделать врезку. Мне сказали сделать врезку на трубопроводе на Тусколе. Согласились. 18 декабря были ребята с Алматы. Я сам работал маклером. Попросили печное топливо. Продали за 624 тысяч тенге. А у этого подсудимого есть семеро детей. Он признан проводником, который привозил и увозил с месторождения Жланда Кыр. За каждый КамАЗ он получал оплату в размере 10 тысяч тенге. Позвонил Женусов Галам. В обед приехали на джипе ко мне домой и попросили показать месторождение Жланда Кыр. В обед выехали. В целом 5 рейсов было. В 2016 году 6 КамАЗов. В 2017 году 3 рейса было. Сам безработный. Хотел семью прокормить. Открытый суд, проходящий с участием представителей средств массовой информации, еще продолжится. Калымжан Жамназар, Мельдур Кулмырзаева, Нуржан Мозырапшин, Турихан Хожақмеды телеканал Кызларда.